Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И сегодня я решила девочке утеплиться, но я чувствую, что мне жарко. Ещё, наверное, всё-таки рано. С утра было нормально, прохладная погода была, ну, как бы так, было комфортно. Но сейчас я уже чувствую жарко. Но я сегодня впервые надела один из своих любимых платочков, который долго дожидался меня. Да, это Сады Шираза Татьяна Сухаревская, седьмой колорит. Нравится мне. Посмотрите, как он хорошо смотрится с джинсовой курткой в джинсовом комплекте. Очень классный, красивый цвет. Я люблю такие. Но нужно всё, конечно, подбирать индивидуально. Да, девочки. И, короче говоря, сейчас я вам расскажу про своё ожидание. Я в июле этого года приобрела ожидание 18-й колорит. С ним я познакомилась случайно. Мне он очень понравился и даже не вызвал никаких сомнений. Я его приобрела ожидание 18-й колорит. Элегантный, стильный, красивый платок Валерии Фадзеевой. И потом, как-то забегая в магазин Валово-Пасадской Мануфактуры, пришёл, да, была поставка товара, и я примерила седьмой колорит. Короче говоря, мне он как-то запомнился тем, что он очень яркий, насыщенный, необычный, красивый платок. И, ну, я смотрела много картинок, смотрела видео. Ну, честно, как-то я очень трудно к нему шла. У нас в Петербурге всего лишь в двух магазинах это продаётся ожидание. Седьмой колорит, к сожалению. И из них, вот, мне не очень нравится то, что с изнаночной стороны раньше этого не было. Но сейчас я так поняла, что это, так сказать, та деталь с изнаночной стороны, некая припылённость. Раньше этого, к сожалению, не было. Но сейчас новые реалии, всё по-другому, как, видимо, что-то меняется. И поэтому я смотрела, выбирала варианты в одном магазине, два варианта было. Но мне как-то не подошли. Красочная, красивая часть, красочная, красивая часть, лицевая. А вот изнанка, там есть, конечно, огрехи. И вот в двух магазинах я выбирала. Но, в общем, выбрала, конечно, не идеальный вариант до конца. А есть какие-то недочёты, но это лучше, чем, ну, вот, если сравнивать с другими вариантами. Короче говоря, в связи с тем, что так, как Почта России у нас сейчас, по крайней мере, в Петербурге, ещё плохо работает. Да, до сих пор мой вернис, аж 14-й колорит, ни слуху, ни духу. Я всё-таки решила зайти в магазин в центре города. Была в центре города по рабочим делам. И всё-таки решила зайти посмотреть, выбрать, может, какой-то вариант мне бы приглянулся. И приглянулся, девочки. И ещё я шла специально, смотрела платок, новинку «Золотое сердце». Мне очень понравился этот платок в 12-м колорите. Я примерила 12-й колорит, к сожалению, мне, ну, это не моё. Примерила красный колорит, ну, тоже не очень понравился. А больше всех мне подошёл 17-й колорит, где вот сочетание коричневого, такой охры, бордо. Хорошо. Ну, я взяла себе время на подумать. А сейчас, девочки, я хочу вам продемонстрировать эту красоту. Да, платок, платок очень яркий, красивый, необычный. Мы стали, когда сравнивать, смотрели, я покупала этот платочек на магазине «Носенной». Я в своё время любила туда захаживать. Да, на Гривцово два магазина. Они очень удобно, кстати, расположены. В центре города два магазина. На улице Гривцова я оттуда снимала обзоры. И это у нас торговый комплекс «Купца Яколева». Тоже там находится комплекс. И там тоже я покупала своё время богатую невесту в шестом колорите, «Рождественский пряник в четвёртом колорите». И, в общем, туда забегала тоже что-то, смотрела, делала обзоры небольшие. Мне нравится этот магазин. Там приветливые покупатели. Таисия, если вы меня смотрите, вам привет. Да, большое спасибо за замечательное обслуживание. Гостеприимные продавцы. Всё очень хорошо тоже. К сожалению, почему-то новинки поступают только в центре города. Золотое сердце было, по-моему, в трёх или в четырёх магазинах. Вот, в общем, там представлены все колориты практически, за исключением, может, какое-то есть исключение, золотое сердце. В общем, можно померить, поинтересоваться, посмотреть. Ну, а сейчас об ожидании. Долгая прелюдия. Красивый. Вы посмотрите, какой яркий, красивый платок. И красивая кайма. Посмотрите, какой цвет. Там мы, когда стали сравнивать, были экземпляры из такой более тёмной каймой, и даже, я бы сказала, в чёрную кайму. Я всё-таки выбрала баклажановая. Мне она больше нравится. В чёрной каймой у меня есть, а вот баклажановая... Вот такой, кстати, да, садыши раза. Седьмой колорит, ожидание седьмого колорита. Ударим по седьмым колоритам. Нравится мне. Да, вот так выглядит платочек. Более подробный обзор, я думаю, что я сделаю потом. Очень красивая здесь серединка. Да, красивая серединка. Посмотрите, какое чудо. Такая медовость. Разные оттенки жёлтого, оранжевого, вот такого сиреневого. Да, здесь же есть коралловый цвет. Насыщенный, активный узор. Да, мне тоже нравится. И если взять этот платочек как в намотке, так и на голове, обращайте внимание, как он будет на голове сидеть, девочки. Потому что вот я взяла золотое сердце, семнадцатый колорит. Я как бы взяла время на раздумья, примерила его. И мне как-то в намотке на голове не очень. Он показался ярким. Вот этот платочек очень хорошо будет смотреться и на голове. Я смотрела, изучала форум, да, фотографии девочки. Ожидание седьмой, восемнадцатый, десятый колорит. Это перевыпущенные все платочки. И поэтому, в общем, есть что посмотреть. Да, но красивая такая яркая печать на голове девочки. Сейчас я попытаюсь намотать. Да, мне, конечно, не очень удобно. Нет свободы действий в узком замкнутом пространстве. Но поверьте мне, что это выглядит очень-очень красиво. Так, вот, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой яркий, красивый узор. Насыщенный. Орнаментальный, восточный. Посмотрите, какая здесь красивая серединка. Да, очень-очень красивый платок. Потянула на шале, потому что впереди холода, впереди зима. Так, давайте, я уже наконец-то накинул. Хоть как-то. Да, и посмотрите, как он мне. Да, конечно, надо по-человечески надеть. Но в целом, в целом, я так думаю, что он мне очень хорошо. Это мои цвета. И вот, вы знаете, нам хочется порой... Да, можно сказать, что это осенний платок. Вот сейчас его носить, конечно. Но и зимой, допустим, с шубкой, когда вот у нас не хватает света, не хватает солнца, этот платок тоже очень красиво будет смотреться. Если его намотать, завернуть, надеть в шубку любого цвета... Кстати, он хорошо будет смотреться, допустим, с махагоном. Есть такие шубки цвет махагон, чёрненькая, коричневая. Посмотрите, какое красивое. И, в общем, он... Яркий, конечно, платок. Я думаю, он подойдёт и освежит всех. Но очень красивый. Вот я хотела... У меня, вы знаете, всё... И мне до всего нужно созреть. Уже все купили, а я только размышляю, присматриваюсь, думаю, думаю, думаю. Короче, это моя такая тенденция. Красивый платок. Мне нравится. Я довольна покупкой. Сейчас цены и на сайте, и на... И в магазинах одинаковые. Я не стала ждать скидок, потому что, ну, как сказать, во-первых, ты не знаешь, когда будут скидки, будет ли подорожание очередное. Да, цена шали 4840. Вот, поэтому в Петербурге этот платок ещё есть в двух магазинах. На проспекте Просвещения, дом 28. И в магазине торговый дом Купца Якулева, Носиной. Вот, режим работы с 11 до 8. Поэтому приходите, смотрите, примеряйте. В центре города также новинки есть. Да, золотое сердце. Вот, кому интересно, померить, присмотреться, пожалуйста. Понравится, купите. Не понравится, не купите. Либо возьмёте время на размышления. Всё, друзья, заканчиваю. Не буду вас долго задерживать. В общем, я очень довольна. Да, мы хорошо, кстати, смотрим с джинса, шафран. Ой, не шафран, извините, всё время путаю. Садыши раза и ожидания. В общем, я надеюсь, что такое немножко сумбурное, да, первые впечатления от платка, вам обзорчик понравился. Пишите комментарии, ваши впечатления, есть ли у вас такой платочек, носите ли вы его, когда вы его носите, с чем носите, как ли вы его драпируете, с чем комбинируете. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Всем пока-пока.